На корабле сегодня самый важный день. Подъем флага. Главный символ российских ВМС Андреевский стяг глава Дагестана торжественно вручает командиру. Командир ракетного корабля в Усал-Мирии под военные марши троекратная ура несет флаг на корму и поднимает его на флагштоке. Этот ритуал означает, что корабль прошел все испытания и сегодня входит в состав флотилии. Мы убедились, что корабль может выполнять сложные морские задачи, поражать сложные морские цели. Мы убедились в том, что экипаж, который прошел все испытания на этом корабле, достойно займет место среди моряков действующего военно-морского флота. Уникальный корабль почти не заметен для радаров противника, но сам может поразить любую цель в радиусе от 500 до 2000 километров. Для сравнения, это расстояние от Махачкалы до акватории Персидского залива. Главная огневая мощь крылатой ракеты – калибр НК. Сегодня они спрятаны в этих шахтах, но на учениях «Кавказ-2012» доказали, что это высокоточное оружие. Вот видно, как ракета уничтожает мишень на берегу, хотя мишень – это не корабль или здание, а всего лишь металлический шест в степи. Да, мы на этапе как цельную поймали, выпускаем ракету дальше. На определенных дальностях она производит поиск и уже распределяет цели, если их несколько, и попадает в ту, в которую не будет. Способность поражать наземные цели – одно из главных преимуществ корабля над зарубежными фрегатами такого класса. И этот факт, уверяют моряки, только усилит обороноспособность страны на юге. Чувствуется гордость за мощь нашей страны, за обороноспособность нашего государства. Уверен, что экипаж этого корабля сделает все для того, чтобы на Каспийском море наша страна, Россия, была самой сильной, самой доминирующей державой, как оно и было всегда. В команду Дагестана отобрали только профессиональных специалистов, хорошо знающих устройства корабля, системы вооружения и борьбы за живучесть. Квалификация офицеров, мичманов и матросов позволила подготовить к службе экипажи вьетнамских ВМС. И сегодня они несут боевое дежурство в морях Юго-Восточной Азии. Между тем, уже в следующем году Каспийская флотилия пополнится еще тремя современными кораблями, вооруженными высокоточными крылатыми ракетами. А к 2015-му состав кораблей в рамках программы по модернизации будет обновлен на Каспии почти целиком. Тимур Абдулаев, Салих Салихов, Северина Шамхалова, Тимур Лангаджиев, телеканал «Звезда», Дагестан.